Я говорил, вы знаете, кто приходит, что давно уже, уже второй год, у меня это цель жизни, чтобы помнили. Этот человек зовут Сергей Гордеев, умер он два года назад, старший прапорщик, ветеран ФСО, Федеральной службы охраны. Кто на фестивалях был тогда, Шавров ушел, он помнит Сергея Гордеева. Это изумительный автор-исполнитель, у него все, что он не написал, это все песни у него. И песни вы его слышали, судя по вашей реакции, они ему понравились. Я хочу, чтобы до конца года, мало мне, что его архив, а он писал всю жизнь. Всю жизнь, ну лет 50 он точно в своей жизни писал песни, всегда, прям с юности. Там есть все, есть Москва 50-60-х годов, есть Афганистан, как он его видел, как представлял, события 91-93 года, о которых, о подводной лодке Курск, действительно, о чем она, замечательная песня. Ну, например, вот, я скажу несколько слов там. Подлодка Курск на дно упала, взорвался головной отсек, внизу команда погибала, 118 человек. На мотив известный. «Нас извлекут из-под обломков». С Курском тайна великая, но знал Гордеев, потому что работал в Кремле, там, как в комитете безопасности, знают все внутри, о чем народ не знает. Но время говорить правду пришло давно. Стали забываться и подлодка Курска, и еще много чего-то, и война. Я не хочу, чтобы забыли Сергея Гордеева. Вот это долг, потому что я песню пел, друг, давай, позвони мне. У меня долг передал, когда ему не с кем было поговорить, я на всем земном шаре только мы двое понимали друг друга по условию. Я любил, вон, меня, наше творчество. Я не хочу, чтобы на фоне той пены, которая сейчас плавает в избытке, там, паразитов на Афганской войне, на Чеченской войне, но даже в Сирии уже начинают, все доломанулись писать, ничего не видя, ничего не понимая. А вот состояние души человека никого не интересует. Хотя человек, он писал песню лучше, на мой взгляд, гораздо. У нас есть план. Значит, конечно, я исполняю лучше, чем Гордеев. У него своеобразное исполнение, поразительный аккомпанемент на гитаре, кто слышал его. Поразительный, такого ни на кого не похожий. Вроде авторский аккомпанемент идет, но это живая музыка. Вот, причем, исполняемый на гитаре, слушает замечательно. Оцифровали вот с помощью Юры нашего, значит, оцифровали полторы тысячи примерно песен. И кассеты еще 60-х годов там. Вот такие, рассыпающие. Восстановили. Есть еще у нас один, кто нам помогает, замечательный. Профессионально цифруются эти кассеты все. Ну вот, я поэтому вот сейчас спою такой, не по одной-две, а четыре песни Гордеева. Ну, чтобы нельзя выкидывать сразу, как мы думали, сразу страничку в интернете. Никто не будет читать, там столько всего понаписано. Надо сначала диски из самых лучших. Поэтому это выборочные песни. Вот эту я песню пел в прошлый раз, я сейчас ее спою. Он по-своему видел Афганистан. Его не интересовали кровавые события там. Хотя он про эту песню писал, но они были философские. Он ходил, он не был в Афганистане, но он на наших концертах был, в Кремле был, в колонном зале был. В Территамаке был, разговаривал с афганцами. И со слов он умел отличать ложь от истины. И он писал песни. Вот, пожалуйста, песня. Я ее в прошлый раз пел, сейчас я ее повторю. Значит, она называется «Света». Эта песня. На войне случается всякое, замечательного много, что невозможно в мирной жизни никак. А там вдруг, там встречаешь, ну, в общем, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И не знаешь, кого завтра встретишь и с кем завтра простишься. Ну, вот это. Сергей Гордеев. Предполагаю, это год 80-й, конец. Он никогда не писал, потому что не думал, что у него останется, он в стол, в общем, писал. Я смотрю на фотокарточку, там на ней наш старый дом. Мы с девчонкой в белом фартучке в первый класс идем вдвоем. У нее в качичках бантики. Я несу ее портрет, портфель. Все же были мы романтики. Где романтика теперь? Света, света, сотканый света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? Нам, моя хорошая, забыть его нельзя. Все мечтали стать героями. Смелым беды нипочем. Я, конечно, стану воином, станет девочка врачом. Мы с девчонкой дружбой связаны. Всюду были заодно. По деревью вместе лазали. Вместе бегали в кино. Света, света, сотканый света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? То нам, моя хорошая, забыть его нельзя. Но с годами повзрослели мы. Вот уже десятый класс. Наша дружба не потеряна. Перешла в любовь у нас. Кто же знал, что жизнь завертится? Разбросает всех она. Но опять поможет встретиться Света, света, сотканый света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? То нам, моя любимая, забыть его нельзя. Был в бою жестоко ранен я Но спасли меня друзья В медсанбате на свидание Вдруг пришла любовь моя С грудью я лежал простреленной Неудачным был тот бой И любовь в халате беленьком Наклонилась надо мной Света, света, сотканый света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? То нам, моя хорошая, забыть его нельзя. Я в бреду на койке мучился Смерть меня толкала в гроб Кто мог знать, что так получится Что положит мне на лоб свою руку Эта женщина И забьется сердце вновь Но с другим была повенчана Моя первая любовь Света, света, сотканый света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? То нам, моя любимая, забыть его нельзя. Света, света, сотканый света ты. Глажу кудрерусые, гляжу в ее глаза. Где ты, где ты, памятное лето? Надо бы забыть его Но вот никак нельзя Это Сереге. Спасибо. Еще песню. Я пел ее в прошлый раз. Есть большой раздел у него. Мы понимали трагедию. Понимали, потому что много читали и много знали. И мы еще были сыновьями и внуками тех, кто увидел и учал своими глазами и в Гражданской войне, и в Первой мировой, и в Финской, и у моего деда родного. Четыре брата сгорели в танке в русско-финскую войну. Осталась фотография, где они еще молодые совсем. Экипаж машины боевой. У Гордеева то же самое. И я вообще давно считаю, что вот память о твоем роде у каждого живет вот тут, в генах. И не надо ничего выдумывать, не надо никого слушать. Прислушать их к себе. И там у каждого, кто хочет, кто понимает, стоит, такая лакмусовая бумага. Вот это вранье. Вот это ложь. А вот здесь человек, мне, по крайней мере, вот это вот просто. И чтобы мне не врали со всех трибун, с высоких, что они говорили. У меня куча родственников, которые это все видели, пережили, как мой отец. А говорить-то мы все мастера. За это денег не берут. Платят за разговоры там денег. Поэтому эти песни, вот мы с ним полностью сходили с трагедии Белой Гвардии, откуда все трагедии идут, до сих пор тянутся, да? Белая Гвардия, герои полной геройской кавалеры, они и в пятом году в русско-японскую, и в четырнадцатом году русско-германскую, и в семнадцатом еще воевали на фронтах, и в восемнадцатом, и в двадцать второго года до двадцать третьего. Белая Гвардия. А те, кто изменил присяги государя и императора, Алексеев, начальник штаба, потом кто опять был наш штаб, все расстреляны. Все потом были расстреляны, но ими благодаря им большевики и выиграли войну. Это были профессиональные, обученные офицеры, поэтому можно почитать «Хождение по мукам», там все написано. Офицерские корпуса, офицерские полки не сгибались. И много чего. Полные георгиевские кавалеры разных национальностей служили в армии. И они были героями России. Их не призвали героями Россия, Советского Союза. Ну и не надо. Но страна должна помнить своих героев. И вот, пожалуйста, такая песня. Сергей Гордеев, опять же. Она мне просто нравится. Я хочу с вами поделиться, хотя я ее пел еще раз петь. Ушли мы от красной погони, Метель все следы заметил. Придется в разрушенном доме Встречать девятнадцатый год. Пылает в старинном камине Разбитый узорный паркет, Чердачной пыли в паутине Гитару нашел наш корнет. Гитара Гитара, гитара, Не надо грустить о былом. Расстрелян хозяин ваш старый, И умер разграбленный дом. Влюбитесь в мальчишку из скуки, И боль постепенно пройдет. Он вам свои тонкие руки На талию нежно кладет. Ах, как эти струны звенели Под ловкой, умилой рукой. И люди усталые пели О жизни о той, о другой. Полковник в сердцах прослезился И вспомнил дом питерский свой. Седой головою склонился На сабле Эфес золотой. Ну что ж, господа, в наших кружках Сегодня шампанского нет. Но все же за вашу подружку Мы тост поднимаем корнет, Как золушка, ждущая бала, Скрываясь в чердачной пыли. Она вас, корнет, ожидала, И вы к ней сегодня пришли. Прошли мы все ужасы ада Безумной гражданской войны. Блестят на мундирах награды, Но Родине мы не нужны. Георгиевские кавалеры, Гонимая белая рать, Пилат, господа, офицеры, Нам рано еще умирать. Снег рвется в разбитые двери, Метет над Россией пурган. Кто знает, что будет расстрелян Полковник в подвалах чекан, Что власть заберет пролетарий, И что через несколько лет В парижском кафе на гитаре Играть будет нищий корнет. А ныне в дворяцком заброшенном доме Нас зимняя ночь застает. Рут в зале уставшие кони, И где-то хрипит пулемет. В старинном камине пылает Разбитый узорный паркет. И нам на гитаре играет Без усый мальчишка кормит. Спасибо. Спасибо. Вот такая песня. Вы ее пил, раз, два. У меня такое ощущение, что я видел ее в полном варианте написано, Она гораздо длиннее, но то, что удалось нам осталось после смерти Сергея, Там этого нет. Хотя песня сама есть, но как бы не закончишь. Но тем не менее. Еще раз напомню, что Гуляй-Поле – это первая демократическая республика, Созданная анархистом-коммунистом, так они себя называли, Нестором Махно. И вот те ужасы, которые показывают, у нас даже в вхождении по мукам всего этого не было. Там был обмен бартера, вот такой, села, сельскохозяйств, продукт, и с городом, с рабочими города там раньше. Ну и вот бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют. Это вот лозунг никакой не был, значит, били они немцев, сражались. Нестор Махно из десяти первых орденов боевого красного знамени, значит, получил, он носил его, потому что его тачанки раздолбали армию, по сути, один из корпусов Буденного. Ну просто, помогая белой к армии брать царицам. Просто разметали изобретение. Помните, первую параду же были? На тачанках, а яхтачанка, ростовчанка. Не было бы Махно, не было бы тачанок. Вот изобретение такое. Умер он в нищете в Париже, начав писать свою историю, у меня есть, прислали мне из-за кордона. Третья часть потеряна, его уговаривали чекисты вернуться, он согласился. И на следующий день женщина, которая с ним жила, нашла его мертвым в подвале, где тот жил. Поэтому третьей части так и не найдено, а две. Он писал, я читал, замечательно. Ну вот это, а это вот то, что было. Это хождение по мукам. Это нереальное Махно и нереальные Махновцы. Это то, что представлено было в романе. Знаменосец взмахнул знаменем зеленым. Встахнут их на площади гул, встали эскадроны. Крикнул войску Махно, можно поразмяться. Пей сегодня вино, завтра будем драться. Гуляй, поле, гуляй, поле, волиный край. Конь на воле, на просторе погуляй. Сговори, казак, с юною смуглянку. С ней теплей, как-никак, ночью под тачанкой. Будет шмон, мужики, всем нам выпить надо. Разобьем все замки кованым прикладом. Мы войдем с шашкой в дом. Кто нас здесь осудит? Крик летит над селом. Ой, рад уйти людей. Гуляй, поле, гуляй, поле, волиный край. Обыватель Бога молит, не замай. Бог на небесах, Бога надо слави. Ведь его нам нельзя, как тебя ограбить. Приласкай жениха, гарная девица. Мать, уйди от греха, я хочу жениться. На столе самогон, баба на перине. И малиновый звон на моей малине. Гуляй, поле, гуляй, поле, волиный край. Коль смычок наканифолен, скрипку дай. Мы, закрыв глаза, пролетим по струнам. Не пугают образа молодых да юных. Зря ты, девка, дрожишь, прижимаясь к маме. С атаманом поспишь, после будешь с нами. Будет сотня с тобой. Каждый день венчаться, станешь сотожен женой. Вольницы казацкой. Гуляй, поле, гуляй, поле, волиный край. Конь на воле, на просторе погуляй. Сговорись, казак, с девицей смуглянкой. С ней теплей, как-никак, ночью под тачанкой. Кстати, еще два слова. Помните, что хозяин помог? Там я Лева Задов, там спрячь, себе вырву, со мной учтить не надо, да? Марина, при тебе наши ездили туда, в Одессу, да? Лева Задов, у него два ордена там еще. Начальник перводела, разведка ЧК Одесский. Много раз ходил в Турцию, за рубеж. Под Лева Задов. А изображен бандитом, да? Потом остался его сын, с дочерью своего разговора повели, да? Вот сидит старый добрый товарищ боевой из СОСа, вот при ней. Это не подтвердит слова, что ездили. Чушь, которую пишут сам и сами говорят. Все-то печатли, все-то не печатли, никто не читал. Ладно, поехали дальше, значит. Песню я тоже пел, просто хочу споить. Я потом проводил исследование, в каком году это написано. Скорее всего, это было написано где-то в 70-м году. Ну, чему, значит, я не знаю, откуда брал сюжеты Гордеич, я его Гордеич звал, Серегу там. Откуда он брал, но он много читал, может быть. Ни одного стихов у него нет, у него сплошь, значит, песни он все. Значит, ну вот этот рыжая девочка, я ее пел, да? Это, по-видимому, с ним. Это было времена потепления, когда иностранные туристы разъезжали тут по городам, селам и весям, что-то смотрели. Вот случай в дороге, значит, там такой. Поскольку он пишет про себя, я верю. Он был романтиком, но он про себя не выдумывал то, что ощущает ничего. Значит, такая. Почему такое разброс? Ну, я просто хочу показать, что он был до столько там, ну, видел всю жизнь вокруг и вглубь, и в высоту. И писал то, что видел, то, что чувствовал. Где-то в Америке девочка рыжая Сморщит в улыбке веснущитый нос Лето стояло сухое и жаркое Сталых и Карус у нашей реки, И я увидел глаза ее яркие, Синие-синие, как васильки. И я увидел глаза ее яркие, Синие-синие, как васильки. Эх, вы глаза голубые, да скарим. Первая она завела разговор, Я свои песни играл на гитаре, Ну, а водитель чинил свой мотор. Я свои песни играл на гитаре, Ну, а водитель чинил свой мотор. Американочка, фирму одетая, Тоже напела мне песню свою, Но я признаюсь, из песни из этой Понял лишь только одно «I love you». Но я признаюсь, из песни из этой Понял лишь только одно «I love you». Вот бы пройтись с ней под ручку по улице, Чтобы мальчишки раздинули рот. Только услышали мы, как волнуется Запровождающий экскурсовод. Только услышали мы, как волнуется Сопровождающий экскурсовод. И на своем интуристском икарусе Девочка рыжая тронулась в путь. Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы, Как еще раз на нее мне взглянуть. Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы, Как еще раз на нее мне взглянуть. Мы бы опять с ней гуляли по берегу Нашей спокойной и чистой реки Мне бы рассказала она про Америку. Я бы сорвал ей в полях васильки. Где-то в Америке девочка рыжая Сморщит в улыбке веснущатый нос, Больше ее никогда не увижу я. Их интуристский икарус увез. Больше ее никогда не увижу я. Их интуристский икарус увез. Спасибо. Ну, значит, это, в общем-то, Косвенно имеет отношение к пиратам. Сюжет не знаю где, может, он где-то такой, Но сделал он, по-моему, здорово. Вот послушайте. Кладоискатели называется. Ну, там понятно. На самом деле, ну, там в конце. Знаете, что это такое? Не совсем весело. И не совсем про пиратов. Мои друзья, приятели, Агюст Мишель Анри, Пергамент занимательный В одной из книг нашли. На карте стрелки-крестики Он цифрами пестрит, А в уголке под плесенью Прочли мы имя Кит. Мы моряки бывалые, Известные именам. На службе был у дьявола Пиратский капитан, Счастливчик с нравом бешеным. Он грабил корабли, Но пойман и повешен был, А деньги не нашли. Написано на карте той, Откройте в бездну дверь, Возьмите все до фартинга, Мне все равно теперь. И мы пошли на катере В далекие края, Друзья-кладоискатели, И вместе с ними я. Что зря травить баланду вам На ка, на якорь катер встал, Ныряем с аквалангами Мы у подводных скал, Там рифами расколотый Брик черный затонул, Груз серебра и золота, Сдав ведомству акул. Ах, как мы были счастливы, Когда лебедки крюк Тянул со дна пеастрами Наполненный сундук, Но трос стальной не выдержал, Упал на катер груз, Мишель из рубки выбежал, Но не успел агюст. Кровь залила всю палому, По губам мочь мы не смогли, Акулы в море плавали, Кружа вокруг Андри, Кто от морского дьявола Уйдет, не заплатив, Обшивку борта правого Вспорол на мост и риф. Прощай, игра азартная, Открылась в бездну дверь, С пиратской старой картой Пошел на дно Мишель. Плыл на обломках катера, Я пять ночей до ней, Не да больше не искатель я Погибших кораблей, Где вы, друзья, старинный Агюст Мишель Анри. Сплю дома у камина я Вась волны унесли, История кровавая, И я теперь не рад, Что у морского дьявола Мы взять решили клад, Что у морского дьявола Украсть хотели клад. Спасибо. Еще так. Там было про войну, Первую мировую. Я пел, конечно, ту песню, Просто давно не пел, Но мне захотелось Поучаствовать вместе с Гордеевым В описании. Значит, В этот сезон-то кончился, Новый год 14 на 15, И то с 13, Что-то тоже прошло давно, А вот война-то продолжается, Между прочим, В самом накале. Первая мировая война, В которой мы проиграли. И при разделе нам ничего не досталось, Больше того, Началась гражданская война своя, Большая, где мы потеряли 9 миллионов. Но пока еще никакой войны нет. Пока еще не перебиты Офицеры кадровой русской армии, Дворянского происхождения. Пока еще не разночинцы Не стали поступать в армию. И потерь ни Самсонского, Ни Брусиловского прорыва нет. Это называется Вальс при свечах. Это на присутствном доме Во дворце Воронцовского в Москве. Накануне Нового года 14 Вальс при свечах, Вальс при свечах, Музыкой зал согретый, Теплые блики на женских плечах, На эпалетах. Графиня, я вашей пленен красотой, Бывают такие моменты, Ах, полнополковник, Оставьте другой свои комплименты. Вальс при свечах, Вальс при свечах, Музыкой ночь согрета, Мягкие блики на женских плечах, На эпалетах. Ого, а корнет-то каков молодец, Какая красивая пара, Семнадцать всего совершенный юнец, Семнадцать всего совершенный юнец, А схватка гусара. Вальс при свечах, Вальс при свечах, Музыкой ночь согрета, Мягкие блики на женских плечах, На эпалетах. И старый полковник, И юный корнет Сравнялись сегодня, И разницы нет, Поскольку им лет Вальс новогодний. Ни клятв, ни признаний, Не надо сейчас, Судьба неподкупный чиновник, Быть может, Падут в предназначенный час Корнет и полковник. Вальс при свечах, Вальс при свечах, Музыкой ночь согрета, Теплые блики на женских плечах, На эпалетах. Пусть завтра война, Пусть завтра в поход, Сегодня об этом ни слова, Как знать наперед, Где пуля найдет Того и другого. Так танцуйте, полковник, Танцуйте корнет, Влюбляйтесь, как будто впервые, Все войны не в счет, А смерть подождет, Пока мы живые. Все войны не в счет, А смерть подождет, Пока мы живые. Вальс при свечах, Вальс при свечах, Музыкой зал согреты, И мягкие блики на женских плечах, На эпалетах. Мягкие блики на женских плечах, На эпалетах. Спасибо. Это Первая мировая. Это, в общем-то, отступление, Но последнее письмо, Как бы я назвал для себя. Я пишу к вам, Имею ли право После наших случайных встреч, За спиною дымит переправа, Что пришлось при отходе поджечь, И до писемли в злой круговерти, Сумасшедшей всемирной войны. Может быть, за минуту до смерти, Вот у этой сгоревшей сосны. Но все дальше и дальше от чуда Ваших теплых, приветливых глаз, Я и здесь все никак не забуду Бесконечно далекую вас. Я и здесь все никак не забуду Бесконечно далекую вас. А в войне ни конца и ни края И Всевышнему душу вручив, Я четвертую лошадь меняю, Удивляясь, что сам еще жив. Ну а если в бою арьергардном Я паду в предназначенный час, То погоны святым аксельбантам Ординарец мой вам передаст. И тогда не платите слезами На нежданную горькую весть. Просто знайте, что в небе над вами Вам знакомая звездочка есть. О войне ни конца, Ах, какая безмерная плата С нас берется нелепой войной. И пылает пожар Герострата Год четырнадцатый роковой. И пылает пожар Герострата Год четырнадцатый роковой. Это песня с фронта, но с другого. Это продолжение, уже исход, несколько лет спустя. Отступает с большими потерями Белая гвардия. Страшный Корниловский ледовый поход. Пришел, потеряли, потеряно было много народу. В том числе и обозы, жены и дети шли. Замерзали в снегу, но шли. Потом обороны перемышля, перекопы. Ну, историю генерала Слащева, А это вот как раз прообраз из кинофильма «Бег». Это прообраз того генерала Хлудова. Но только никто не знает, что генерал Слащев Своевольный и жестокий к своим и к чужим. Он держал больше месяца перекоп. Все вот там, и большики конные не могли прорваться. И не отступал. А после того, как из Крыма все ушли, он остался. И преподавал в академии, куда его сманили. В нашей военной академии. На его лекции сбегались все. А потом был расстрелян прямо у себя в общежитии. Жена его пропала без вести. Так что революция поедает своих детей. А еще одна революция убивает даже тех, кто за нее воевал. Значит, еще один исход такой. Погода сегодня не к черту. Для злых и усталых мужчин. Набить бы кому-нибудь морду. Да нет подходящих причин. А небо то дождь проливает, То снегом швыряет в лицо. Но так, господа, и бывает, наверное, перед концом. А в памяти спутались горько шрапнели в галицейских полях. От больничной серой койки до дом с мезонином в филях. И парк, где влюбленные пары скрывались в тени тополей. Где часто с вином и гитарой гуляло собрание друзей. Какими мы были задиры. Как смелые мы были в речах. Как ловко сидели мундиры На узких мальчишьих плечах. А ныне мы, дьяволы, боги, Не дрогнет сражение рука, Клинок загоняя по стоке, Ворущее тела врагам. А, впрочем, Всё то многословие. Не медали мы наперёд, Что будет ещё при Азове И страшный ледовый поход. Не все одолеют дорогу, Не всем улыбнётся судьба, Не все упокоятся с Богом На Сен-Женевье-де-Буа. А ныне погода не к чёрту, Холодный туман от реки, Лишь тёплая конская морда Касается мокрой щеки. Спасибо. Сейчас. Просто смотрю, там заявки пришли от вас много, Надо их успеть. Сколько? 17.07 часов. Есть время? Сколько времени? Есть. Есть? Да. Ладно. Наши, да. Сейчас. Сегодня лирика. Лирика должна быть. Но это тоже лирика. Тогда последний про войну, Тун, Первую мировую. Лирически будут обязательно. Ну, например, вот у Вертинского была эта песня. Он вернулся сюда, и когда мы разрешили, да? Она так называлась, Родина, прости. Отец мне рассказывал. Отец слышал его в Румынии, Потом разрешили мы вернуть сюда с дочерями. Значит, и вот он первый концерт у него здесь. В Москве он встал на колени, И Родина, прости за то, что долго отсутствовал здесь. Значит, не про Вертинского. Это вообще про тех, кто уехал, покинул страну по разным обстоятельствам. Но я знаю, что в 41-м году, когда началась война, Более трех тысяч иммигрантов белых писали, Верховный Совет обращались с просьбой разрешить им вернуться. Я читал одно письмо, И было уже 72 года. Полковник, он писал, что я, Конечно, я могу командовать полком этим, Сил нету, но я могу. Дайте мне трехлинейку, И я буду сражаться. Но я могу быть полезен тем, Что я все эти годы изучал военную доктрину в Германии, И я большой специалист в этом. Я не знаю, разрешили, мне это был запрос. И многие были. Помню, тройки проносились по Арбату, Колокольный звон качался над Москвой, И над Яузой на мостике горбатом Я встречался с гимназисткой молодой. Где же те года, где девчонка-то В платье светло-розовом? Родина, прости, ты меня верни Снова в край березовый. И гуляли по манежу чинно-пары, И качались на неглинный фонарин. А в яру под семиструнный звон гитары Мне цыганка пела песни до зари. Где же те года, где цыганка-то В черной шале с розами? Родина, прости, ты меня верни Снова в край березовый. А потом оркестр военный марш играл, И бродил рассвет холодный по штыкам. Чьи-то руки я в руках своих держал, И катились чьи-то слезы по щекам. Где же эти дни кончились они? Отгремели грозами. Родина, прости, ты меня верни Снова в край березовый. Родина, прости, ты меня верни К милой край березовый. Спасибо. А, ну, это еще одна песня, Она достаточно короткая. Но вы помните песню, За которой Малинин бодался С этим, как его там, С Звездинским, да? Оба неправые, слова не он, Но и стало известно по Звездинску, Потом пел Малинин, Совсем не дал был концерт. Значит, вообще ни тем, ни другим Не написаны песни Раздайте патроны, поручик Голицын, Карантаболинский, налейте вина. Я и не стал тебе делать, Я написал другую продолжение. Вот в идеале там Девочек наших ведут номера, Не было комиссара. Это уже не знаю, кто кого делал. Продолжение там Туманное утро, Расистые травы, Изгой России, Обломки державы, Усталые люди, Усталые кони, Четвертые сутки За нами погоня. В сожженной станице Единственный дом За окнами ночь Разрывают зорницы И горькою пьют За дубовым столом Корнет Аболинский И поручик Голицын. Блестит золотое Шитье Эппалет В табачном тумане Качаются лица И пьяный поручик, И пьяный корнет, И штабс-капитан Что случайно Прибил сам. А я вспоминаю Рождественский бал. Неужто когда-то Мы молоды были? Военный оркестр Только вальсы играл И медленно-медленно Пары кружили И белые плечи Танцующих дам И пламя свечей Отражает паркет Да было ли это Не снилось ли нам О чем же ты плачешь Мальчишка-карнет Ты последний рассвет Наступать не спеши Есть еще пистолет И осколок души Снова ливни косые Застучат по земле Ты прости нас, Россия Своих сыновей Спасибо Сейчас по заявкам Ну ладно Лирики не получаются Потому что я уже знаю Кто что написал Но здесь гораздо больше Все одним почерком Главное написано Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Я уже знаю Я уже знаю даже кто Но сначала начнем Сергей, ты какую заказывал? Тут коллективное творчество Поэтому мы с тобой договаривались Спокойно Спокойно Провокаторы Спокойно Я Сергея спрашиваю Вот стояли, курили когда? Ладно, тогда по списку Да, все, да Да, ладно, Марина С наступающим Пятного дня рождения Поздравьте Одно из наших Нерождений скоро Конечно У Марины он Ладно Ну это лирика Можно отнести же К лирике, конечно Кроме кровавых трупов Ран дымящихся И прочих Это жестокая Это жестокая Жестокая реальность Да Но женщину почему-то нравится Чем больше крови Это я 19 декабря При себе отметил Какие кровожадные наши дамы Это же, блин Так не только наши Вы кричали И другие тоже захотели Они же не пошли водку пить Они сидели и кричали Нет, я видел это Спасибо большое Большое спасибо вам Дорогие женщины Ладно Здравствуй Это я Прости Без приглашения Но сегодня 5 феврал Я хотел тебе Поздравить с днем рождения Что давно не празднуешь А жаль Постоим немного у дверей Я лишь на минуточку Прости Так бывает в жизни У людей Вновь пересекаются пути Да, я посмотрю В твои глаза Помнишь, я когда-то в них тону Помнишь, как однажды Нам разлуку нагадал Авиабилет Москва-Кабул Сколько зим И сколько долгих лет Если год за три Пересчитать Я не упрекаю Что ты Нет Не имею права Упрекать Как живешь Надеюсь, все в порядке Замужем Писали мне друзья Помнишь, как с тобою В старом парке Прятались под кленом От дождя Я запомнил Вкус того дождя На губах Испуганных твоих Не смотри Тревожно на меня Я от этих губ Почти отвык Очень изменился Что же Может быть Старит нас Чужая сторона Там живут Не прячась от судьбы Потому до срока Седина Что тебе Расскажешь О войне Надо ли Рассказывать Сейчас В следующий раз Я все скажу тебе Если будет В следующий раз Счастлива ли ты Вопрос из киноленты Где героев сводит Хэппи-энд Там в кино А в жизни Проездные документы Снова на Кабул Через Ташкент Он гудит таксист Не может больше ждать Видно, мало дал ему На чай Вот и все Меня не надо провожать Я пошел Будь счастлива Прощай До утра Ладно Я там прочитал до конца До конца Ладно Это короткое вроде Что расскажешь о Востоке Непривычная страна Там совсем другие боги И другие имена Там горянки величавы И пугливы, как стрижи Но глаза глядят лукав Через сетку паранжи То Азисы, то горы То пустынь Регистан Пчатся бронетранспортеры Из Кабула в Чахчаран Там одна сплошная суша Не бывает жарче суш Но с вершины гиндукуши Виден только гиндукуш Там народ неторопливый И почитающий Коран Где написано красиво А? Там, да я в первый вариант вспомнил Но это не политкорректно О законах там проказах Ну ладно, о законах мусульман Там землей латают крыши Там стреляют по ночам Там предложат вам бгашиша Предприимчивый бачам Там народ неторопливый И почитающий Коран И почитающих Коран Где написано красиво О проделках мусульман Вас разбудят на рассвете Вопиющий с неба глаз То Мула зовет к мечети Делать утренний намаз Там поклонников Хаяма Знатоки эфира да уси Но о тонкостях ислама Спорить Боже упаси Вас разбудят Повторение опять Бум-бум-бум-бум Что расскажешь о Востоке? Черт его знает Так что расскажешь о Востоке? Непривычная страна Там совсем другие боги И другие имена Я простите Забыл Ой Они длинные все Да я знаю кто написал Знаю Почему я длинный тоже знаю Какую? Нет я говорю зато родные Зато родные да Ладно Близкие да Близкие Я знаю и по именам близкие Ладно Провокаторы но наши Желтой пылью наши окна запорошены Третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу Моя хорошая Из провинции Нагорный Бадахшан Мне поет про горы грусть магнитофонная А вокруг столпились горы наяву И живу я здесь засадами колоннами Да еще твоими письмами живу Где отмечено В уставе лифка ранили Для чего живет на свете человек Здесь сошлись два века в противостоянии Век двадцатый и четырнадцатый век Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисусы я Девять заповедей душу не томят Вся религия моя головки русые Сыновей, что с фотографией глядят Ни к чему здесь новомодные традиции Все указы здесь не значат ни черта Пью я водку с подполковником милиции Он милиции московской не читам Пью за дружбу фронтовую настоящую Пью за то, что он не смотрит с высока Что меня он не ходячего, не зрячего Пять часов тащил по скалам до полкам Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не тая Только сделай так, родная, чтоб не плакали Письма папины читая сыновьям Только верь и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Желтой пылью наши окна запорошены Третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу, моя хорошая Из провинции афганской Бадахша Спасибо Спасибо Ой Ну давайте Нет, это самое короткое из самых длинных А я прочитаю Здравствуйте, я что расскажу В Востоке спел Последний каскадер длинный Орден в кулаке еще длиннее Жив и здоров чуть покороче Желтой пылью спел Мы ошиблись в расчетке Самый длинный Да ладно, у меня-то время Вся жизнь впереди Вы смотрите там А Что? Там нету Нет, там такой нет На бронет-распортере Это не моя песня Там она такая стебная Последний каскадер Какой? У каскадеров у нас сегодня Только Коля комиссаров сидит Не важно Советник Самый главный Это кто? Кто нас? Это наш Коля комиссар Комиссаров Фамилия комиссаров У нас комиссар Честь, совесть и участь Четвертого каскада Бадахшана Нет, он нас заставлял Зубы чистить Утранцы Умываться Стирать белье Там Грязное Нет А серьезно А серьезно расскажу Сколько время прошло Он единственный Кто из нас работал С молодежью Местный И ценнейшую информацию Добывал Разведывательную информацию Поэтому он С честью Звание полковник Он Много сделал Для ситуации В Афганистане От скромности Он у нас Не помрет Как не пытается Так что Так что последний Каскадер К нему относится Правда он чуть позднее Ладно Какую Тогда Вот я вам Орден в кулаке Это да Она Она из двух Вообще Ну ладно Это последняя часть Первый баллад Двух братьев Такой Не надо Разожми кулак Сведенный Друг Товарищ Пусть засветится Эмалевый Рубин Не нужны Он тебе напомнит Зарево пожарищ И разорванную Сталь бронемашин Он напомнит Злое небо Чек вардака Догорающий На склоне вертолет Как захлебывалась Пятая атака И как кто-то Грудью лег На пулемет Ну а эти За столом Под образами За скатеркой Из зеленого сукна Не они тебя На рейды Провожали Не они тебе Вручали ордена Знаешь, друг Давай пойдем По ресторанам Так давно ты В ресторанах Не бывал Поглядим Как там куражатся Непманы Прожигающие Частный капитал Нам отпустят Нам отпустят все грехи Официантка И под вопли Электрических гитар Ты расскажешь Про обстрелы На саланге Я тебе Про непокорный Кандагар Кто-то нас Объявит Жертвами ошибки Кто-то памятник При жизни Возведет Кто-то в спину Нам пролает Недобитки А кто-то руку Понимающий Пожмет Помнишь, Пашку А Валерку Из Баграма Оба в восемьдесят Первом полегли У Павлухи Только старенькая мама А Валерка Звал невесту Натали Третий тост Не прячь глаза Ведь мы мужчины Ну-ка, девочка Неси еще вина Звезды в рюмку По традиции старинной Так на фронте Обмывают ордена Третий тост Не прячь глаза Ведь мы мужчины Ну-ка, девочка Неси еще вина Звезды в рюмку По традиции старинной Так на фронте Обмывают ордена Выйдем в полночь Постоим под фонарями У бессонницы Забвенья не проси Отвези нас на свидание С друзьями Несговорчивое Позднее такси Эй, шофер Неужто мало четвертного Или слишком Мы суровые на вид Ну подбрось нас До поселка Востряково Постоять у краснозвездных Пирамид Эй, шофер Неужто мало Четвертного Или слишком Мы суровые на вид Ну подбрось нас До поселка Востряково Постоять у краснозвездных Пирамид Спасибо И все-таки у меня В этом году Две даты есть Это во-первых В 81 году В декабре 81 Я прибыл в только что Новенькие прям Образованные подразделения Спецразведки КГБ Вымпел В декабре 81 года Так что будет И 19 августа Наш профессиональный праздник Ветеранов Вымпела Будет 19 августа У меня просьба Вот всем Я читаю смски На звонки не отвечаю 2 августа Тоже самое Я не десантник Дорогие мои Со 2 августа Не надо меня поздравлять Хотите поздравить С 19 Или со днем ЧК Там 19 декабря Ну и по крайней мере С днем Советской армии Военно-морского флота Или просто армии флота А то есть какие-то Я не знаю У них приходят Московские суворовцы Поздравляют с каждым праздником Престоле Я крещеный Но не церковленный Мне абсолютно наплевать 368 в году Каждый день праздники Мне не надо с этим поздравлять Ни с чем У нас профессиональный Пожалуйста Поэтому я спою С вашим разрешением Тут есть у меня заявка Последний каскадер Да Четвертый каскад Самый большой И между прочим Как ни странно Без войны Самые большие потери Я смотрю Сколько друзей моих Умирает каждый год Все четвертый каскад Онкология Цирроз Инфаркты Ну это все понятно Это Цирроз Инфаркт Это Друзья Разведчика А вот Онкология Откуда Столько Я не знаю Умирают люди Которые были моими командирами Ну ладно Они старше На 10 лет Но бывает Умирают те Кто моложе Ну ладно Четвертый каскад Каскад Это я повторю Еще это От операции Просто операции Назвали каскадерами Коля Вот тоже Значит Каскадер наш Мы его так считаем Он такой и есть Потому что с каскадом Он провоевал Там долго И когда мы снялись Полностью Коля еще там воевал И он жив Вот он Так что полковник комиссаров Полноправный каскадер Вот он там чего Он скромный у нас Он нами только командовал Без всякой скромности А здесь вот Он наш Заставлял делать то Что мы никогда Без него не сделали Но спасибо Единственное Кто довозил Полные 5 литров спирта Из Кабула До Фейзабада Остальные все пустые Проезжали А Коля нет Он муж надержался Как уж там Не знаю Ну вот Поэтому четвертый каскад Нас подружил На веки вечные Недавно мы собирались Вот Все Фейзабадской группы Год прошел Закончена работа И бредет Среди афганских гор Каскадер Четвертого залета И последний Самый каскадер 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 четвертого залета И последний Самый каскадер Без брони идет Без автомата Весь багаж Рюкзак Да чемодан Парень из последнего каскада Парень из последнего каскада Парень из последнего каскада Покидает мартовский афган По кабульскому аэродрому Он идет не чувствуя весны За четыре тысячи верст от дому И за двести метров от войны За четыре тысячи верст от дому И за двести метров от войны Он почти у трапа оглянется Остановится и на момент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Может нет для радости причины А может просто попросту устал Смотрит он на горные вершины Средь которых жил и воевал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал И когда прервав минуту эту Дружески махнет ему пилот Он щелчком отбросив сигарету Не спеша поднимется на борт И подрев турбин родного ила С боевых традиций не забыв С бортмехаником по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв С бортмехаником по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв И уже под мирный гул мотор По дороге к дому и весне Будет спать и видеть сны которых Никогда не видел на войне Будет спать и видеть сны которых Никогда не видел на войне Будут в снах у каскадера горы Весь дым у Хайберский перевал Нет, не пропустил Будут в снах техрейды и засады БТР дрожащий горячо И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще Будут в снах у каскадера горы Весь дым у Хайберский перевал Не будите люди каскадера Он свою войну отвоевал Не будите люди каскадера Он свою войну отвоевал Спасибо А здесь считали, что это настоящих каскадеров Куда набирают Я знаю Я знаю Тут же Да, тут ребята написали статью Там 180 какой-то Полк Что каскадеры это друзья команды Это музыкальный инструментальный каскад И записали меня и Кирсанова туда Написали Два полковника ГРУ Ну Кирсанов вроде с гитарой А я с каким-то масштабным насосом в руках 72-го года практикали играть На танк ремонтном заводе Один из моих друзей Вот у нас были друзья Морозов, Кирсанов Вот Их тоже теперь начали каскадеры называть И не удалось убедить Они правда поменяли по-моему там все-таки Или нет Поменяли Спасибо Насос А что мы друзья каскада Потому и каскадеры Хотя мы про это 180 или 170 какой-то Полк И понять не имею Кто это какие В Балашихе мы когда Ну ходили туда значит На танцы В ресторане посидеть Вот Там же была песня Которую там знали Каскадеры Каскадеры Но никто ничего не знал А мы ее Деньги там Чеки Рублит ни у кого не было И те Три часа в сутки Каскадеры Каскадеры Марш Каскадеры А нам было плевать Мы же знали все Все в джинсах В кожаных пиржаках И в батниках И балдели официантки И девушки Которые там танцевали Что же под одно и то же Вы танцуете А там все равно Кто-нибудь выберет Давай опять Подумай Они переходящий Красный нами держали Три месяца Чеки Рублей Ты нет Прямую сумасшедшую Неважно Так Время кончается 17 решений Последний этаж Как Крайнюю Крайнюю Да Правильно Очень верно А да Полку Какой агентом Растаял 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 Во мгле Умирает 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 на сырой земле Вражеский Вражеский наемник Вражеский наемник Подойдет Подойдет Посмотрит Удивится Скинет пистолет Прищурит глаз Скажет Много резал Бледнолицей Русских буду резать В первый раз А в России Зацвела Зацвела Горячиха Там не бродит Дикий Папуас Есть в России Город Балашиха Есть там Ресторанчик Бычий глаз По субботам И по воскресеньям Люди в ресторан Идут Гурьбой Среди них Идут Держа Равненья Парни С удивительной Судьбой Узнают Их По короткой Стрижке По беретам Типа Балахон Их В округе Местные Мальчишки Называют Дяденька Шпион Если Где-то Гром Далекий Грянет В неизвестность Улетят Они Пусть И вечным Памятником Станет Проходная Возле Дорни Если Где-то Гром Далекий Грянет В неизвестность Улетят Они Пусть И вечным Памятником Станет Проходная Возле Дорни Он был Диверсантом Он Дьяволом Был В песках Чернокожей Анголой Полковник Спецназа Работу Любил Хоть и был Не в ладах Центрполом Полковник Спецназа Такой Молодой Агент Нелегальной Разведки В огне Не сгорел И пропал Под водой За две Боевых Пятилетки В ущельях Паншера Под серой Чедрой Срывал он Славянские Скулы От страха Его Называли Чумой Душаманы В далеких Аулах Потом Никарагуа Куба Фидель Потом Мозамбик Перелеты Потом В Эквадоре На наркокартель Он сам Поднимал Вертолеты Полковник Спецназа С холодным Лицом Налил Полстакана И выпил Полковник Спецназа Был Лучшим Бойцом В команде С названием Выпил В Америке Дельта В Испании Гал Его Безуспешно Искали А он В это время Рыбешку Тягал Из речки На ближнем Урале А ночью Покинув Родные места Летел Он Над Сектором Газа Быть Может В стране Где Распяли Христа Сегодня Полковник Спецназа Быть Может В стране Где Распяли Христа Сегодня Полковник Спецназа Полковник Спецназа С холодным Лицом Налил Полстакана И выпил Полковник Спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием выпил